Добрый день, уважаемые коллеги! Я представляю отделение эндоскопии неонкологии имени Петрова. И хочу в своем сообщении поделиться последними данными об использовании контрастного усиления в эндоскопических исследованиях. Эндоскопическая ультрасонография в настоящее время занимает все более значимые позиции в диагностике заболеваний поджелудочной железы, а также подслезистых образований верхних отделов желудочно-кишечного тракта. С развитием медицинских технологий в клиническую практику внедряются новые методики, к которым относятся и контрастное усиление при эндоскопическом ультразвуковом исследовании. Немного истории. В 2005 году немецкие ученые Дитрих с авторами впервые сообщили об использовании контрастного усиления при эндоскопической ультрасонографии с низким механическим индексом у шести пациентов. Через два года японские ученые Китана с авторами также представили свой первый опыт использования контрастного усиления. Первые эксперименты проводились на животных моделях, это были собаки. Лишь впоследствии исследование было выполнено пациентом. У одного из них была аденокарцинома поджелудочной железы, у второго – гастроинтестинальная астромальная опухоль. И оба исследователя сообщают о хороших результатах использования метода и о возможностях использования его для диагностики солидных кистозных образований поджелудочной железы. В 2011 году Европейская Федерация по ультразвуку в медицине и биологии выпустила первые рекомендации о применении контрастного усиления при эндоскопическом ультразвуковом исследовании, согласно которым данная методика может служить объективным методом диагностики протоковой аденокарциномы, а также использоваться для дифференциальной диагностики между псевдокистами и кистозными неоплазиями. Обратите внимание на высокий уровень рекомендаций. Кроме того, метод эффективен в дифференциации солидных и невоскулярных компонентов кистозных образований для определения топографии опухолей, включая отношение к прилежащим сосудам, и для оценки небольших, менее 1 см солидных образований поджелудочной железы. Диагностика солидных образований поджелудочной железы – проблема действительно актуальная, поскольку аденокарциномы, нейроэндокринные опухоли, воспалительные инфильтраты при эндоскопическом ультрастонографическом исследовании выглядят как гипоэхогенные структуры, а контрастное усиление может помочь облегчить их верификацию. Итак, протоковая аденокарцинома. Такой авторитетный исследователь в области эндоскопических исследований, как Фузарали, с авторами, отмечает слабое накопление контраста как основную черту протоковых аденокарцином и приводит высокие показатели чувствительности и специфичности. Имеется еще ряд исследований Китана, Гинкули, которые сообщают о гиповаскуляризации солидных образований как о главном признаке его злокачественности и тоже приводит показатели чувствительности до 96%, специфичности до 94%. Ретроспективный анализ, проведенный Фузарали, говорит о том, что использование методики эндоскопическом ультрастонографии аденокарциномы, цифры 85-58%. На представленных фотографиях видно, как контрастирование позволяет обнаружить гипоэхогенное образование на первом снимке и предположить злокачественный характер, протоковая аденокарцинома. Помимо качественной оценки степени воскулиризации образования, имеет значение и количественная оценка. И об этом впервые доложил Сейчин с авторами в своем исследовании. Также они показали, что использование количественного оценки метода может помочь в сложных и спорных случаях. В исследовании приняли участие пациенты с протоковыми аденокарциномами и псевдотуморозными панкреатитами. Для каждого из них рассчитывались показатели коэффициента поглощения, рассчитывались максимальная интенсивность окрашивания в пиксели, время достижения пикового окрашивания и выстраивалась кривая интенсивности. Фотографии внизу взяты из оригинальной статьи Сейчины, и на них видно, что действительно графики отличаются. Кроме того, индекс коэффициента поглощения контрастного вещества достоверно ниже при протоковой аденокарциноме, чем при хроническом панкреатите. Еще один иностранный автор в своей работе уделил большое внимание динамики притока и оттока контрастного вещества при панкреатите и протоковой аденокарциноме. Что касается аденокарцином, то отмечается слабое накопление контраста как в раннюю артериальную, так и в позднюю венозную фазу. А для хронического панкреатита характерно, напротив, гиперусиление в раннюю артериальную фазу с последующим выравниванием рисунка, аналогично окружающей паренхемии. И это может быть использовано также для диагностики этих заболеваний. Нейроэндокринные опухоли в большинстве случаев гиперваскулярны, поэтому введение контраста помогает, облегчает их диагностику. Кроме того, введение контраста позволяет судить о степени злокачественности опухоли на дооперационном этапе. К наиболее важному фактору злокачественности опухоли относится, по данным Ишикава с авторами, гетерогенность эхоструктуры, которая подчеркивается при контрастном исследовании. Завершая блок диагностики солидных образований, хочется сказать о том, что в исследовании Китана с авторами говорится о том, что метод контрастирования при эндоскопическом ультрасонографии помогает визуализировать именно небольшие образования поджелудочной железы до 2 см. И в этом плане этот метод опережает чувствительность к компьютерной томографии. Обратите внимание на цифры 91,2-94,4% чувствительность и специфичность. В 2017 году Европейская Федерация по ультразвуку в медицине и биологии внесла добавления в рекомендации по выполнению эндоскопической ультрасонографии. И эти добавления касались контрастного усиления и его роли в диагностике солидных образований. Рекомендации 49-50 имеют сильный консенсус. Говорят о том, что действительно контрастное усиление помогает, способствует диагностике солидных образований небольших размеров и используется для диагностики нейроэндокринных опухолей и протоковых аденокарцином. Теперь поговорим о эндоузи с контрастированием в диагностике кистозных образований. Кистозное образование включает в себя как псевдокисты, так и кистозные неоплазии. Несмотря на разные морфологические характеристики и разный потенциал злокачественности, они имеют сходную ультрасонографическую картину. И точная предоперационная диагностика порой бывает затруднительна. Введение контраста во время эндоскопической ультрасонографии делает невидимыми муцин, сладж, изгустки крови внутри кисты. И поэтому дает возможность специалистку сконцентрироваться на оценке строения септ, перегородок, увидеть надулярные, солидные компоненты внутри кисты, поскольку после введения контраста они выглядят гиперваскулярными. Для нашего отделения применение контраста именно во время диагностики кистозных неоплазий видится особенно перспективным, поскольку в диагностике солидных образований эндоскописту помогает тонкоигольная эспирационная биопсия. Однако для выполнения пункции в случае кистозных неоплазий во-первых, технически трудно, из-за того, что муцин и прочие компоненты кисты сложно аспирировать. Кроме того, необходимо получить материал именно из септы или надулярного компонента, что также достаточно тяжело сделать. Кроме того, высокий процент после пункционных осложнений в виде панкреатитов острых и в том числе инфицирования кист. А контрастирование действительно видится методом, помогающим оценить, по крайней мере, степень злокачественности даже на кистозном образовании. При диагностике псевдокист, как правило, трудностей не возникает, и чувствительная специфичность метода в диагностике достигает 100%. В литературе мы встретили данные о том, что сложности возникают при диагностике сирозно-эмоцинозный цистоденом. Но обращаем внимание, что сирозный цистоденом не в ее классическом варианте, а в смешанном макро-микрокистозном варианте, когда она похожа на муцинозную цистоденому. И вот на фотографии, которая расположена снизу, видно, что это образование на самом деле сирозное цистоденомо, хотя может показаться, что муцинозное. Внутрипротоковая папиллярная муцинозная неоплазия IPMN считается потенциально злокачественным образованием. Риск развития рака при IPMN главного типа достигает 96%, бокового – 46%. Однако выявление IPMN бокового типа в некоторых случаях может потребовать не обязательно хирургического лечения, а динамического. И сложности на врача-эндоскописта ложится большая нагрузка в виде выявления признаков предположительной малигнизации. По мнению Танака, наличие надулярного компонента IPMN является важным критерием в определении именно хирургического способа лечения этого образования. Ямашито с авторами указывают на высокую чувствительность эндоузии с контрастированием в обнаружении солидного компонента. И все вышеперечисленное нашло в отражении и поправок, которые внесли Европейская Федерация по ультразвуку, уже имеющиеся рекомендации по выполнению эндоузии. Итак, я уже говорила, что эндоскопическая пункционная аспирационная биопсия является золотым стандартом в диагностике солидных кистозных образований поджелудочной железы. Однако материала бывает недостаточно, и ложно-отрицательные результаты бывают достигают 20, а то и 40%. А применение эхоконтрастирования помогает избежать ненужных пасов иглы в те зоны, которые заведомо хорошо кровоснабжаются. То есть, таким образом, мы не пунктируем зоны сосудистые, и поэтому избегаем контаминации содержимого эритроцитами. Или, напротив, не пунктируем зоны заведомо бессосудистые, что может говорить о дофиброзе или дотрите. Таким образом, сочетание контрастирования и тонкоигольной аспирационной биопсии полезны для точной диагностики рака поджелудочной железы. К такому выводу пришли ученые Китана с авторами в своей работе. В 2017 году ученые Си Чин с коллегами проанализировали диагностическую точность пункционной биопсии при стандартном эндосинографическом исследовании и при эндоузи с контрастным усилением. И я хочу обратить внимание на то, как сильно отличается такой важный показатель статистический, как прогностическая ценность отрицательного результата в обоих группах. При применении контраста он приближается к 100%. Гастроинтестинальные и стромальные опухоли – самые часто встречающиеся мезонхимальные опухоли локализации именно в желудочно-кишечном тракте. Они считаются потенциально злокачественными образованиями. И пациентам с выявленными гастроинтестинальными и стромальными опухолями более 2 см рекомендуется хирургическое лечение. Спорной остается тактика ведения пациентов с опухолями менее 2 см, особенно имеющие сопутствующую патологию или конкурирующее онкологическое заболевание. И задача специалиста, выполняющего эндоскопическое исследование, обнаружить признаки возможного агрессивного течения опухоли. Сакамото с авторами впервые сообщил о возможности применения контрастирования при эндоскопическом утрозвуковом исследовании для оценки потенциала злокачественности на дооперационном этапе. В основу своей классификации он положил строение сосудов и степень гетерогенности окрашивания гастроинтестинальной и стромальной опухоли. Пока его данные не включены ни в какие рекомендации, однако это кажется интересным для большинства сейчас эндоскопистов и хирургов. Таким образом, в заключении хочется сказать, что эндоскопическое контрастирование действительно является эффективной методикой в диагностике солидных кистозных образований поджелудочной железы, улучшает точность тонкоигольной пункции солидных образований. И в будущем возможно прогнозирование биологических свойств опухоли поджелудочной железы, возможность оценки ответа на химиотерапию именно с использованием метода эндоскопистов. Спасибо за внимание.